Да уж, подумал Петрович после похода к стоматологу, нужно было начинать откладывать на зубы еще с карманных денег в детстве. Семен, говорят, твоя жена депутат. Да, а толку-то? Развелся. А что-то? Да она только и делала, что стояла на кухне и рассказывала, как будет сейчас вкусно. Или стояла возле кровати и обещала, как мне будет сейчас хорошо. Ни в коем случае не откладывайте на завтра то, что можно сделать уже сегодня. Завтра это могут уже запретить. Инстаграм придумали бабушки, чтобы знать, хорошо ли кушают их внуки. Когда я в парке на скамейке вижу вырезанные на ней имена влюбленных, мне совсем не кажется это милым. Я просто думаю, как много людей ходит на свидание с ножом. Плывет жаба, видит карась плещется. То одним боком вывернется, то другим. Выпрыгнет, пузыри пустит жаба. Карась, ты че тут делаешь? Карась, как что? Рыбаков жду. Ты че фонарел? Жить надоело? Да не, просто мы с крокодилом на охоте. Я приманка, а он в камышах замыкался. Чисто российский менталитет. Садишься за руль, пешеходы-уроды. Выходишь из машины, водители-козлы. И как это у них так все получается? Пришли, настроение подняли, головную боль сняли, сон улучшили, сил прибавили. Это я деньга на карточке. В правительстве объявили новую национальную идею России. Это большая семья. Ну, то есть, мягко намекнули, что клювом лучше не щелкать. Джин, подлитый Виктором в бокал Елены, помог исполнить все желания.